здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня хочу вам показать вот такую небольшую любительскую грядочку томатов открытого грунта она такая можно сказать почти игрушечная очень такая компактная но поговорить я с вами хочу вот о чем существует множество всевозможных народных способов борьбы с фитофторой томатов и одним из них является подсаживание различных растений календулы в частности тагетисов для защиты от фитофторы сейчас конец июня самый конец июня дожди тепло дожди чуть ли не каждый день и конечно ничего удивительного что растения начинают проявлять чувствительность к различным заболеваниям вот здесь исключительно экологическая такая грядка здесь не было вообще никаких обработок против болезней не с помощью биологических не с помощью химических средств защиты и вот здесь подсажены были тагетисы и вот посмотрите что происходит вот несмотря на то что растение прям таки непосредственно контактируют с тагетисом вот здесь вот можно видеть уже начало фитофтороза вот вот здесь вот такие характерные пятнышки и вот здесь вот на листьях тоже имеются вот такие вот характерные повреждения фитофторозные вот вот такого вот плана и конечно на плодах мы можем увидеть тоже уже признаки начала фитофтороза к сожалению как не старайся но вот тагетисы несмотря на то что они обладают массой полезных достоинств по крайней мере они у сдерживают развитие нематоды это такой хороший доказанный эффект к сожалению защитить от фитофтороза они не в состоянии ну вот здесь на листьях можно видеть начало фитофтороза вот здесь поэтому не стоит конечно надеяться только на такие вот народные методы борьбы с фитофторой стоит использовать те меры профилактики которые мы вам рекомендуем вот тут вот видите тоже уже начало фитофтороза на плодах и прогноз здесь самый неутешительный потому что дожди идут буквально ежедневно и без обработок без профилактических обработок рецептов которых мы дали уже достаточно много ничего здесь хорошего ожидать не приходится надеюсь что вы пользуетесь нашими советами что они вам помогают сохранять ваши посадки без болезней поэтому смотрите какие рецепты из предлагаемых нами вам наиболее приятные наиболее удобные наиболее выгодны и лучше работают используйте их для того чтобы иметь красивый чистый урожай без повреждений всего хорошего ну и небольшой бонусик покажу как работает куркума на чашках петри против возбудителей болезней и как она взаимодействует с триходермой вот две недели назад я посеял различные грибочки на питательные среды вот смотрите вот это вот чашечка с фузариозом вот так он выглядит на чашках петри фузариоз принципе он такой же розовенький налет дает и на растениях пузырец всегда по наличию этого розового оттенка можно отличить от других заболеваний но вот это триходерна вот так выросла за две недели хорошо выросла и вот это вот вырос по 30 сценария возбудитель батрициоза вот он уже даже эти споры такие дает очень хорошо вырос вот это вот выросла фитофтора на картофельном агаре 10 у нее такой ореольчик уже образуется может быть тут не очень хорошо видно ну вот уже есть пошел не расти фитофтора она медленней растет чем остальные патогены в культуре но при всем том растет а вот смотрите что получается на чашки петри с такой же средой но с добавлением вот смотрите это вот было был посеян вот эти сценария это вот этот грибочек вот смотрите он совершенно не вырос и вот здесь была посеяна триходерма и она тоже вообще ничего не выросла вот как я посеял тут споровая масса так она и сидит вообще ну вообще никаких признаков роста то есть вот эта концентрация куркуминоидов которую мы рекомендуем для обработки растения на полностью блокирует вот это рост эти грибов конечно что она блокирует рост триходермы не очень радостно но в общем то хорошо борется таким биологическим безопасным методом здесь вот была посеяна фитофтора здесь вот фузариум кульморум вот смотрите ну хузариус немножечко вырос но конечно никакого сравнения с тем как он вырос здесь вообще нету ну а фитофтора вот здесь вот она была посеяна вот как как она был этот кусочек мицелия как бы сказать так он здесь и остался ну за две недели видите еще какая-то грязь коза хотела подрасти может это и грибочек этот нужно посмотреть поближе повнимательнее но как бы то ни было куркуминоиды прекрасно справляются с задачей защиты растений и на чашках петри и полевых условиях условиях защищенного и открытого грунта